Медведь, дорогие земляки, сейчас мы проводим прямую трансляцию вместе с старшим администратором Центрального Хурула Ньютен Гелюнгом. Вот отображается, как подключился. А, сейчас. Медведь, дорогие земляки, по многочисленным просьбам наших верующих, по просьбам наших друзей, мы решили провести прямую трансляцию. По теме, наверное, которая была очень сильно обсуждаема в интернете последние два дня, тема поминального молебна в день памяти и скорби 28 декабря. К сожалению, брифинг, пресс-конференция, которую мы дали вместе с Анан Гелюнгом, у некоторых людей возникло еще больше вопросов, может быть, мы недостаточно ясно изъяснились, поэтому мы решили выйти в прямой эфир, чтобы ответить на все интересующие вас вопросы касательно этой темы, ну и, может быть, у вас будут какие-то другие вопросы, можете задавать свои вопросы, в общем. Ну, пока... Пока вы думаете над вопросами, немножечко, наверное, я расскажу, да, ну, вот близится трагическая дата для всего нашего народа, где, наверное, ни одна калмыцкая семья не избежала этого горя. Действительно, это очень сильный был удар по нашему народу, где мы потеряли в самой депортации, и в последствии депортации потеряли большую часть, наверное, добрую половину наших людей, которые бы сейчас могли бы вместе с нами работать во благо республики, во благо нашего народа. И мы, долг нас, современных калмыков, конечно, чтить память всех погибших в период депортации, с благодарностью склонять головы перед стариками, которые, благодаря мужеству которых, наш народ это пережил, и мы, собственно, имеем наше настоящее, и мы верим, что мы имеем и светлое будущее. Но эта дата, в этот день, наверное, нет ни одного равнодушного калмыка, но в каждой семье зажигают лампадки, читают молитвы, а в хурулах традиционно мы проводим специальные молебны. Как, значит, порядок проведения службы 28 декабря был установлен еще давно, как только, собственно, возродилась монашеская община в хуруле, это еще в 90-х годах, тогда монахи утвердили порядок проведения этих молебнов в день памяти и скорби. Однозначно монахи решили, что в этот день мы должны читать на службе, читать молитвы не только поминальные, не только юриаль по усопшим, а также читать молитвы защитникам, сякюсным нашим, для того, чтобы подобное горе впредь не повторялось у нашего народа, чтобы наши дети, внуки, правнуки, чтобы будущие поколения никогда не столкнулись с такой трагедией, с такой бедой. И, ну, на наш взгляд, это именно монахи посчитали, что именно в таком порядке должны проводиться молебны. И до настоящего времени каждый год эти молебны проводятся. Ну, то, что землячество, значит, клуб землячеств Улан-Золота выступил вот с такой вот петицией, у людей сложилось разное мнение, конечно, и я понимаю, что большинство людей наверняка это зацепило, и большинство людей, может быть, кто-то оскорбился на эту петицию и так далее. Тут это все понятно. Честно сказать, что когда мне только показали эту петицию, я тоже, первое, что у меня чувство, какое возникло, я сразу же возмутился. Вот. Но потом, пообщавшись с самими авторами петиции, мы хорошо поговорили, они рассказали о истинной своей мотивации, что они хотели этим сказать, и что они на самом деле ни в коем случае не пытаются диктовать Хурулу, как проводить молебны и так далее. И, в общем-то, поэтому никакого конфликта, собственно, не было и нет. Но методы, конечно, способ, который они выбрали, это, конечно, ни в коем случае недопустимо. Ну, по всем, понятным всем причинам, да, начиная от того, что даже чисто юридически религия отделена от государства, и то, что, как читается молебны, порядок проведения молебнов, службы и так далее, внутренний распорядок монастыря, то есть центрального Хурула, могут решать, это исключительно монашеская община центрального Хурула. И юридически никто не вправе диктовать монашеское общение, как проводить службу. Ну и потом уже просто с такой, с другой точки зрения, что, ну, гораздо эффективней, гораздо правильней, гораздо приятней было бы, если бы вышли с таким прямым предложением. То есть, мы открыты для предложений, вот, но эти предложения, все предложения, которые к нам поступают, а их поступает очень много, мы рассматриваем вместе с монашеской общиной, рассматриваем их с точки зрения правильности, с точки зрения целесообразности, с точки зрения, противоречит ли это нашим традициям, противоречит ли это, там, буддийским канонам, и так далее. И после этого принимается решение, то есть, принимать это предложение или нет. Вот, то есть, мы открыты для предложений, но все в Фуруле рассматривается всегда монашеской общиной, именно вот с этих позиций. Что еще сказать? Ну, если у кого-то есть вопросы, если то, что сегодня было столько звонков, люди спрашивали, как, что там произошло, а потом а сейчас вопросов ни у кого нету. Сможете ли Вы подробнее рассказать про программу, которая будет проводить интернет-хуру на 28 декабря? Программа, значит, 28 декабря, день памяти и скорби. Службы начнутся в этот день, как и в прошлом году, в 9 часов утра. А в 9 часов утра мы проводим молебен, который будет посвящен обращенной молитве нашим защитникам, сакюснам, для того, чтобы за благополучие нашего народа, за наше светлое будущее, так скажем. И читать также в этом же молебне будут читаться молитвы Юрель, благопожелательные молитвы, которые мы читаем по усопшим. В 14 часов будет уже большой молебен Юрель, который мы проводим, ну, это будет та же самая служба, которую мы проводим каждую неделю по пятницам. В этот день мы решили также ее, как и в прошлом году, как и раньше, включить ее в программу молебнов этого дня. Также наши монахи примут участие в траурном митинге на памятнике исхода возвращения. То есть я знаю много людей в 9 утра, то есть в 10 утра пойдут на митинг исхода возвращения, поэтому те, кто не успеет утром прийти на молебен, могут прийти в 14 часов. Но это важно с одной стороны. С другой стороны, по нашему мнению, самое важное все-таки в этом не сколько прийти на молебен просто, потому что люди могут дома помолиться. В этом всем важнее всего даже не продолжительность молебна, не сколько мы будем сидеть на этом молебне, а важно с какими мыслями мы молимся. Вот как говорят учителя, важна не длина службы, а именно мотивация, с которой мы посещаем этот молебен. то есть одно дело, если человек два часа сидит на молебне и думает о чем-то своем, как он скорее бы закончилось или еще что-то, но пять минут помолился. Другое дело, когда человек искренне прочитает мантру Мани Падмихум искренне и прочитает такой юральчик чтобы за в нашем случае за всех погибших в период депортации конечно от мотивации будет зависеть многое и тот, кто с искренней мотивацией почитает короткую молитву это будет гораздо лучше чем с непонятной мотивацией может быть ради там чтобы показать себя или просто просто дать традиции просто потому что все идут и я пошел просидеть как бы впустую на молебне гораздо важнее именно правильно породить себе мотивацию я думаю у всех будет действительно правильная мотивация на этих молебнах и весь этот день потому что как я говорил эта трагедия коснулась каждую калмыцкую семью уважаемые тагилюнг в скором времени к нам калмыкию прибудет статуя ламы цанкапы которая в 1771 году вместе с нашими калмыками с большей частью перекочевала на нашу историческую землю а позже некое количество монахов в период неблагого времени в Китае перевели ее перевезли в Монголию как вы можете прокомментировать данное и какую пользу от созерцания этой статуи будет да ну мы уже объявили на наш праздник зуб такую радостную новость что нам удалось договориться с монголами что мы привезем статуи которую мы называем Хальмык Богдо там тоже в Монголии так называют Хальмык Богдо это статуя ламыцанкапы которая принадлежала калмыцким ханам еще 16-17 века вообще инициировали изготовление этой статуи айратские ханы так Гуши хан Кундулиму баши Хоурлюк и Далай Батыр изготавливали изготавливали ее потому что ну как мне рассказывали тогда значит гелюнги предсказали что эта статуя спасет айратов джунгаров поможет айратам в войне с манджурами поэтому изготовление этой статуи курировал лично зая пандита после изготовления этой статуи она была изготовлена из 25 килограмм чистого серебра который собирали по всей джунгарии после этого она была были совершены все необходимые закладки как вы знаете в статуе внутрь закладываются молитвы и другие священные субстанции и статуя была освящена Далай Ламой Пятым и Зая Пандитой и собственно после изготовления этой статуи как и предсказывали гелюнгют что действительно айраты смогли отбить манджуров и с тех пор эта статуя принадлежала айратским ханам и в 1655 году Зая Пандита ну по одной из версий в 1655 году Зая Пандита привез ее в Калмыкию и подарил Шукурдайчину и с тех пор она принадлежит калмыцким ханам и передавалась из поколения в поколение и была как бы символом государственной власти у калмыков символ ханской власти и символом ну как бы принадлежности нас калмыков к школе Гилупа к Шаршадин позже в 1771 году вместе с откачевкой большей части калмыков назад на историческую родину в Джунгарию Убуши хан забрал эту статую туда она хранилась в Синьзяне в монастыре и во время культурной революции во время культурной революции в Китае монахи побоялись что китайцы могут как-то эту статую забрать или уничтожить они значит не только это статуи другие вещи священные реликвии айратов снарядили караван и отправились в Монголию но почему-то верблюд именно с этой статуи он был на белом верблюде почему-то все время тянул караван в другую сторону но монахи все равно насильно тащили его по своему маршруту и в итоге по дороге на них напали разбойники и обокрали их полностью но почему-то забрали все кроме этой статуи хотя она сделана из 25 килограмм чистого серебра там были и другие священные реликвии драгоценности но статуи почему-то оставили и тогда монахи поняли что это статуя ведет их статуя пыталась их предупредить об этом и статуя и они решили что не везти верблюда со статуи куда они хотят а пусть лучше статуя на верблюде сама ведет их туда и так они отпустили верблюда и шли за верблюдом а верблюд сам шел и дошел до западной Монголии там какой-то значит в монастыре хранилась статуя эта статуя позже в 1950 году ее перевезли в главный монастырь Монголии Гондан и где она хранится по сей день вот и раньше уже предпринимались попытки привезти эту статую в Калмыкию да еще Кирсан Николаевич Лемжинов предпринимал попытки да и другие люди очень многие но почему-то где-то все равно были такие трудности которые на тот момент преодолеть было сложно вот но в этом году благодаря усилиям Александра Ивановича Лежинова усилиям центрального хрула мы смогли значит договориться с монгольской стороной привезти ее сюда ну и что интересно монголы собственно с радостью согласились нам помочь в этом то есть и президент Монголии и премьер-министр Монголии департамент культуры Монголии они все согласились нам помочь в этом ну и сделали такой добрый жест наши братья монголы нам калмыкам вот и честно говоря вот я немножко поделюсь с вами своим мнением вот если брать во внимание то что да статуя сама ввела да караван когда они шли в Монголию и сама показала путь какой надо и сейчас это наталкивает меня на мысль что все-таки Бурхыт наши защитники Бурхыт они сами знают когда это нам нужно и показывают что именно сейчас ну как по моему мнению действительно все идет в свое время в нужное время и именно сейчас вот в наше непростое время для Калмыкии такой можно сказать переломный момент для Калмыкии когда мы можем или действительно пойти вверх по развитию а может быть и наоборот деградируем если не сможем объединиться друг с другом именно сейчас в это трудное время нам необходимо помощь наших святынь помощь наших защитников Бурханов и поэтому сейчас собственно это дело и получилось с чем я ну пока еще рано поздравлять потому что она еще не прибыла сейчас занимаемся документами оформлением документов сейчас остался там в Монголии наш друг Ларий Ильишкин оформляем документы и наверное в конце этой недели максимум в начале следующей недели эта статуя должна прибыть к нам в Калмыкию и каждый желающий каждый Калмык сможет поклониться ей и получить благословение ну я в это вижу очень много других плюсов все не перечислить так тут вопрос скажите пожалуйста когда у вас будут проводить посвящение Таичин Тенгри индивидуально можно ли провести посвящение Таичин Тенгри если честно я не не слышал вообще существует ли посвящение Таичин Тенгри то есть есть джинанг то есть посвящение это по тибетски слово ванг и я не слышал бывает ли вообще ванг Таичин Тенгри но есть джинанг то есть разрешение на практику Дэй Чинг Тэн Гри. Мы в прошлом году хотели провести вот этот джинанг, разрешение на практику Дэй Чинг Тэн Гри. Просили Кунделин и Бача сделать, даровать нам это разрешение на практику, но из-за плотного графика сложного в прошлом году, к сожалению, у нас не получилось. Но я думаю, мы постараемся в 2020 году, постараемся это организовать, тем более, если вы, дорогие верующие, об этом просите. Вообще, очень очень культ, ну, то есть, поклонение Дэй Чинг Тэн Гри, это один из защитников именно калмыков, то есть, не только калмыков, джунгаров. То есть, даже на нашем высшем боевом стяге джунгарского войска изображался именно Дэй Чинг Тэн Гри. Это защитник, вообще, буддийский защитник, защитник учения, прежде всего, но еще его называют как бог войны в буддизме. и по-тибетски это божество называется Джалхах, и специально для высшего боевого стяга джунгарии Далай-лама, значит, приказал тибетских монахов, танкописцев нарисовать вот этот Дэй Чинг Тэн Гри на боевом стяге. И оно сейчас у нас сохранились до наших дней только старые фотографии, почти размытые изображения черно-белые вот этого боевого стяга. Но по этим оставшимся изображениям черно-белым, треснувшим где-то порванным, и по описаниям, которые остались у нас в исторических источниках, мы хотим снова восстановить этот высший боевой стяг. нашего войска, потому что это не просто знамя, это, во-первых, это священное знамя, священный стяг нашего калмыцкого войска. Мы над этим работаем на самом деле давно, просто мы это не объявляли, работа ведется, но самое сложное в этой работе не нарисовать это знамя, а собрать необходимую информацию, чтобы очень максимально точно восстановить вот это знамя наше камунское. Я думаю, когда мы это сделаем, знамя будет изготовлено на шелке, мы отвезем это знамя к Далай-ламе, попросим Далай-ламу осветить это знамя, точно так же, как когда-то оригинал этого знамени был освящен Далай-ламой и привезем ее снова в листу и это будет тоже одной из наших святынь. Можно организовать прямой эфир из самого Дрипунга-манга. Конечно, там в Дрипунг-манастыре Дрипунга-манг сейчас обучаются наши калмыцкие студенты-монахи, вы наверное, все знаете наверное Санала Мукабенова, который проводит занятия в скайпе по основам буддизма. Ну, было бы хорошо. Я попрошу лично от вашего имени Санала Мукабенова, чтобы он так же выходил в эфир в инстаграме, может быть с нашей официальной странички, может быть он со своей странички будет выходить и чтобы он так же отвечал на ваши вопросы. Но старайтесь вопросы все-таки задавать именно по буддистскому учению, по буддистской теме. Так, ну, какие еще есть вопросы? Уважаемые подписчики, как бы не стесняемся, задаем вопросы, если они есть, конечно. как вы можете прокомментировать предстоящий год именно с точки зрения астрологии? кто-то вопрос задал. Да, пропустили, говорили о знамени Дэчин Тэнгри. Да, говорили о знамени Дэчин Тэнгри, что сейчас мы с нашими танкописцами и историками ведем работу по восстановлению этого знамени. Вот, тут это же просто на этом знамени изображено божество, как я говорил, Дэчин Тэнгри, и а у нас, согласно нашим канонам, не так это просто, да, нарисовать просто божество, да, как это не просто картина. Чтобы рисовать божество, нужно специальное образование, где это божество рисуется по специально установленным канонам, все, как бы, да, то есть строгие есть правила изображения божеств, тем более таких вот, как защитники, как вся кюсны, поэтому это вопрос немножко сложный, но мы над этим работаем уже даже нарисовали небольшой уже, как бы, чертеж об этом, но я не люблю обычно заранее говорить, люблю по факту давать новости, поэтому ну, ждите новостей. Можно ли будет организовать статую ламы Цанкапы в лиманских УРУ? в лиманских УРУ? Я прошу прощения у лиманцев, что сразу как-то я не вспомнил про вас, конечно, я думаю, это будет можно, нам нужно будет пусть свяжутся со мной представители лиманского УРУ, нужно будет обсудить все организационные вопросы, в том числе и с главой лиманского СМО, наверное, конечно, это можно, но статуи мы везем прежде всего для людей, для народа, и мы ее будем возить в те места, где максимальное число людей сможет поклониться этой статуе, то есть в Хаширтовский ХУРУ было бы, конечно, хорошо, но там людей практически нету, мы лучше привезем эту статую в какой-нибудь район в Калмыкии, в ХУРУ района Калмыкии, где еще больше людей смогут ей поклониться и видеть, поэтому наверное в Хаширтовский ХУРУ в этот раз, по крайней мере, мы, наверное, ее не повезем. Приедет ли Кундулилимпача в следующем году и каких учтелей планируете приглашать? Кундулилимпача ежегодно посещают Калмыкию, естественно, мы его приглашать будем, но пока на 20-й год программу мы не расписывали, потому что тут нужно согласовать с офисом Кундулилимпача и прежде всего спросить у них как у них со временем. Но обычно каждый год уже на протяжении многих лет каждый год Кундулилимпача находит время чтобы посетить Калмыкию. Я думаю, в этом году он также приедет. Каких учителей еще планируете приглашать? Ну также приедут в следующем году приедут учителя из Дрипунгаманга. Сейчас я не могу сказать точно кто именно но также каждый год приезжает к нам делегация из Дрипунгаманга во главе с каким-нибудь большим учителем. Как правило это Римпаче который читает лекции у нас проводит ритуалы и так далее. Поэтому мы приглашаем в общем делегацию из Дрипунгаманга. кто конкретно из этих приедет я не знаю. А так мы в начале года будем расписывать программу на год и в начале года я могу более точнее ответить каких конкретных учителей мы планируем приглашать. Насколько я знаю у нас два направления учения красношапочники и желтошапочники в нашем центральном хорле какие шапки носят. Но я сейчас без шапки хожу шучу если говорить о направлении учения то центральный хорл калмыки носят желтые шапки то есть мы желтошапочники это школа Гилукпа по калмыцки мы называем Шаршадин это традиционно всегда в калмыкии главенствовала именно школа Гилукпа то есть мы ученики именно линии Ламу Цанкапы Зумквагигян в село Садово нет Хурула но можно в нее привезти в село статую мы будем возить по районам только в Хурулы то есть статуя будет находиться только в Хурулах но рядом в Садовом есть село Аршань-Зельмень и в вашем районе статуя будет в Аршань-Зельменском Хуруле а также в Малодербетовском районе в Хуруле села Малые Дербеты поэтому жители села Садовое могут приехать или в Аршань-Зельмень или в Малые Дербеты мендует мендует еще всем кто подключился когда в Экибурул вообще мы в скором времени выставим полный график значит поездок этой статуи по районам просто сейчас мы ее не выставляем потому что сейчас я не могу назвать точную дату когда она прилетит то есть сейчас документы оформляются и практически на стадии завершения и как только будет известно первое время статуя будет в Балестинском то есть в Центральном Хуруле за это время мы дадим уже точную информацию когда в каком Хуруле будет эта статуя так желаю вам и всей Святой Пшине духовного представления от Лиманского района спасибо большое вам тоже всего самого наилучшего вообще Лиманский Хурул последний раз я был в нем в прошлом году Лиманцы молодцы смогли отстроить такой прекрасный Хурул и что самое главное все-таки заботиться о том чтобы этот Хурул функционировал функционировал правильно там постоянно проводятся молебны я знаю что туда приглашаются учителя поэтому я сорадуюсь всем заслугам сотрудников Лиманского Хурула сорадуюсь всем Лиманцам верующим Лиманского района ну и вообще Астраханской области что у вас возрождается тоже буддистское учение нам сказали убрать с дома шкуру волка ее можно продать или все же подарить надо вы спросите лучше того кто вам сказал убрать шкуру волка еще такие вопросы с нетерпением ждем в Экебруле статуи мы хотим провести по всем 13 районам ни один район мы не обойдем без внимания не оставим без внимания в каждый район Калмыкии приводит статуя но конечно же вы понимаете что мы не сможем привезти статуи в каждое село но в крупнейшие районы центра или крупнейшие хурулы районов мы статуи привезем поэтому как только мы вывесим официальное расписание посещение статуи тоже большая просьба ко всем вам сразу же распространить эту информацию чтобы люди с дальних сел там и листочек были в курсе и знали какого числа нужно приехать в курс чтобы увидеть поклониться этой статуе ну если вопросов больше нету я думаю по основной теме по которой мы хотели поговорить я думаю сейчас все стало ясно я хотел бы во-первых поблагодарить всех верующих вопрос по Индии ну Индия рядом всего лишь в шести часах лета поэтому когда я заскучаю по Индии я туда обязательно полечу наверное мы на этом завершаем наш эфир еще раз давайте проведем проведем день траурный день памяти и скорби правильно с правильной мотивацией если есть возможность прийти в ХУРУ приходите в ХУРУ если нет возможности то дома обязательно зажгите лампадку почитайте молитвы пусть мы пусть все заслуги которые мы в этот день от этих молитв накопим пусть они пойдут всем погибшим в период депортации для их счастливого рождения в будущем а также те заслуги которые мы накопим дадут нам сил дадут нам еще больше такой толчок для нашего с вами развития для вот ну на этом так тут вот хотел завершить и посыпались вопросы в парковой зоне на четвертом можно ли объединять ступу ну тоже я слышал про этот поднимали вопрос о парковой зоне на четвертом микрорайоне значит в плане в администрации города был план есть план точнее объединить статую значит городовикова вместе с нашим комплексом ступ и вот где стоит статуя Лама Цунгапы в одну такую парковую зону посадить там деревья кустарники оставить скамейки в общем но с нашей точки зрения мы в принципе не против этого то есть они сама идея она хорошая и если в этой парковой зоне люди то есть во-первых власти смогут всегда поддерживать чистоту порядок постоянно дежурить должна полиция чтобы ничего дурного люди не делали то это очень хорошая идея сделать парковую зону где люди смогут одновременно и может быть после трудного рабочего дня пойти там посидеть отдохнуть обойти ступу почитать мантры поклониться Ламе Цунгапе это очень хорошая идея была и собственно мы эту идею поддержим но самое главное еще раз чтобы там власти позаботились о том чтобы там была всегда чистота порядок и вот порядок в плане общественный порядок чтобы никто случайно не как-то не осквернил может быть своим пьяным видом может быть еще чем-то вот эти нашу ступу и статуи Ламы Цунгапе в город городовиковский будут строить ретритный центр в городовиковский ретритный ретритный центр практически уже готов там остались небольшие работы пока временно там приостановили работы потому что чуть-чуть не хватает денег но сам дом уже поднят стены там внутренняя отделка занимаются люди это делает строит Анатолий Иванович Джуджиев занимается постройкой этого ретритного центра или ретритного дома и последняя новость которую он мне говорил что они практически завершили осталось совсем наверное в следующем году уже закончат так в инстаграм в день памяти а можно ли сделать прямой эфир ну в принципе в принципе это конечно конечно это можно я тогда поручу нашей пресс-службе чтобы они организовали этот эфир тогда таким образом к нам наш молебен могут присоединиться и те кто находится за пределами калмыкии наши земляки в Москве в Питере кто где живет в Лавнаграде ханты-мансийские я думаю к нам присоединятся и наши американские братья не американские как американские калмыки наши да идея хорошая мы это хорошо мы это сделаем ну если вопросов больше нету ну я надеюсь вот действительно сейчас вопросов больше не осталось ну по нашей теме надеюсь мне удалось все хорошо разъяснить я надеюсь что действительно сейчас не будет у нас на эту тему никаких споров разногласий конфликтов в общем-то с представителями землячества Улан-Золота у нас мы можно сказать хорошо даже подружились с ними взаимодействовать постоянно санангелинг ну еще раз да мы открыты для предложений которые мы всегда как я говорил рассматриваем в монашеской общине опираясь на наши каноны традиции да и вообще буддистское учение открыты для предложений но эти предложения должны быть в правильной в разумной форме то есть в виде действительно предложений ни ни петиций никаких ни там требований каких-то или еще что-либо предложений вот ну давайте может быть в конце прочитаю короткую молитву точнее отрывок из молитвы точнее благопожелания из молитвы иткель отрывок из молитвы иткель благопожелания то есть развитие в себе четырех безмерных и на этом мы завершим наш эфир если у вас будут какие-то еще вопросы то я думаю вы можете писать как это называется директор да писать в общем сюда в инстаграм наш пресс-секретарь если будет много вопросов может быть снова организует прямой эфир или же будет отвечать письменно спрашивать у нас и мы будем отъщать письменно субтитры Продолжение следует... Спасибо, приглашаем всех 28 числа на молебен. Мы уже отправили официальные приглашения в руководство республики, в разные организации. Ну, а так вам, всех лично от лица монашеской общины центрального хурула, приглашаем всех жителей республики, независимо от... даже независимо от национальности и вероисповедания. Всем, кто хочет в этот день помолиться за всех погибших в период депортации и помолиться за наше светлое будущее, приходите к хурулу. Продолжение следует...